Мария, повлияла ли смена названия компании на продажу? Смотрите, смена названия была часть большого проекта локализации. Если говорить непосредственно про смену, то ее эффект был скорее нейтральным. А вот та часть локализации, которая относится к смене брендов, и именно это дало нам большую свободу в продвижении нашего портфеля продуктов, вот эта часть проекта очень сильно повлияла в позитивном ключе. Какими-то цифрами можете поделиться этого позитивного ключа? Ну да, есть цифры. Если посмотреть на нашу долю рынка, за первое полугодие 2024 года, она составила 13%, что ровно на 1.1% пункт выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Какой товар в вашем портфеле сейчас наиболее продаваемый, наиболее популярный? В принципе, многие наши продукты являются лидерами в своих сегментах. Например, молоко простоквашено в молоке, сметана простоквашена в сметане, йогурты Актибио или творожные десерты Дониссима. И, собственно, именно эти продукты являются и самыми продаваемыми в нашем портфеле. Как меняются запросы потребителей? Меняются ли они? Вот что вы замечаете по своей аудитории? Ну, мы замечаем несколько вещей. Есть, скажем так, фундаментальные или уже такие долгие тренды на здоровье, на получение удовольствия. И еще есть, допустим, тренд на потребление продуктов с более высоким содержанием белка. И как раз в поддержку этого тренда в этом году у нас вышла инновация простоквашено-греческий йогурт, которая, кстати, является такой уникальной, отличительной, потому что она действительно приводит новых покупателей в категорию, позволяет растить потребление, а не просто отъедать долю у наших же продуктов или у других игроков. Плюс в последнее время мы замечаем, что наши потребители очень сильно сфокусированы на качестве и даже готовы платить за него больше. И большее количество потребителей как раз ожидает качества от крупных игроков, поскольку считают, что они являются гарантами и качества, и вкуса, и пищевой безопасности. То есть вот такие моменты мы отмечаем. То есть на качестве сфокусированы, иметь в виду, что они изучают прям состав продукта, смотрят на этикетку, да? Ну да, смотрят на этикетку, смотрят на срок годности, ну и в принципе обращают внимание на вкус. Ну и в целом, наверное, вот еще очень важный момент, если посмотреть на всю молочную категорию, то мы отмечаем рост потребления как таковой. Да, в большей степени современной молочной категории, которая в 2022 году пережила достаточно серьезный кризис и вот снова вернулась к такому устойчивому, если не сказать, что к взрывному росту. Ну и, конечно, да, традиционная категория тоже показывает положительную динамику. А вот сейчас очень многие здесь в рамках выставки рассказывают, что их аудитория молодеет. И вот замечаете ли это вы, и специально работаете ли вы как-то вот с этой аудиторией, которая сейчас подрастает или подросла, и стала уже такой финансово-социятельной, что теперь составляет пол ваших покупателей? Ну, я думаю так, что, наверное, нет понятия аудитория молодеет, да, есть понятие смены поколений, да, просто на смену одному поколению приходит другое. Вот. Если отвечать на вопрос, что мы делаем, да, в рамках вот работы с разными поколениями, то в целом наш портфель, он рассчитан на массового потребителя. У нас есть совершенно разные сегменты, ну, например, да, у нас есть продукты для детей, да, там наш чудесный бренд Тёма, который можно кушать там с года, да, есть Растишка, у нас есть такой бренд, как Простоквашины, вообще вся наша традиционная линейка – это продукты для семей, да, по сути, без каких-либо ограничений по возрасту. Есть, конечно, более-таки современные линейки, ну, условно, в сегменте 18+, там, тире 45, да, ну, то есть, наверное, тут важно, что мы, ну, то есть, еще раз, да, фокусируемся на массового потребителя, на разные вот его, как бы, ниши, да, разные сегменты и отвечаем на те тренды, которые есть сейчас в категории и в потреблении в целом, да, то, о чем я говорила, как раз здоровое питание, здоровый образ жизни, удовольствие, там, я не знаю, тренд еды на ходу, у нас тоже есть продукты, которые можно просто открыть и выпить на ходу, и это, опять же, будут суперкачественные, здоровые продукты. Еще один вопрос такой, который, наверное, для многих больной. Что сейчас с сырьем у нас в стране? Хватает ли его? Хороший вопрос. Ну, можно сказать, что в целом сырья у нас хватает, но есть и такие, скажем так, волнующие цифры, да, например, рост спроса, да, в категории вырос на 6%, а рост сырого молока, да, на 2%, да, то есть, вот, в принципе, вот есть разница между спросом и ростом производства сырого молока, то есть, из этого можно сделать вывод, что есть определенная нехватка, особенно серьезное давление испытывает так называемая масло-жировая группа. У нас, в принципе, рынок, да, страна жиродефицитная, ну, в частности, мы видим, допустим, рост потребления сметаны, и вот здесь есть, ну, что называется, над чем работать. А если об этом вы можете что-то рассказать, как вы сейчас работаете с тем, чтобы у вас сырье было всегда в надлежащем качестве, в надлежащем объеме, то есть, вы как-то постоянно ищете новых поставщиков, или какая работа в этом направлении дополнительная строится? Ну, у нас есть, да, всегда наша, как бы, база наших надежных поставщиков, с которыми мы работаем долго и плотно, плотно, поэтому в целом мы, как производитель, дефицита сырья не испытываем, да, хотя периодически нам, конечно, приходится привлекать так называемые спотовые объемы. Вот, а если говорить о качестве, да, то для нас это просто фундаментальный принцип, то есть, вот в свете локализации, там, смены собственника, у нас совершенно ничего не поменялось. Качество и безопасность будут для нас всегда ведущими принципами ведения бизнеса. Еще один момент с ростом цен. Как вы сейчас работаете над тем, чтобы их сдерживать? Ну, смотрите, у нас, как бы, всегда, вне зависимости от того, сейчас, там, или вчера, да, идут процессы внутренней оптимизации. И мы никогда не перекладываем рост себестоимости на плечи наших потребителей. Поэтому мы этим занимаемся всегда, вне зависимости от, собственно, времени. И вопрос, который, наверное, вам задавали в момент локализации. Сейчас тоже спрошу, как планируете дальше развиваться на российском рынке? Что будет с компанией, как она будет? Может быть, есть какие-то мечты, планы, я не знаю. У нас есть мечта, и она же является планом. Это мечта о росте и развитии нашего бизнеса. Мы очень любим ту категорию, в которой работаем, очень верим в ее потенциал на российском рынке. Мы считаем, что обладаем всей инфраструктурой, да, всеми организационными умениями для того, чтобы оставаться лидером рынка, да, вкладывать и в бизнес, и в развитие потребления молочной категории в Российской Федерации. Спасибо.